всем доброе утро дорогие друзья посреди у нас 5 выпал снег я сходила уже садик сейчас вот иду домой видите как у нас все снегу пишите какая у вас погода сегодня на сегодняшний день у нас сегодня понедельник всем добрый день еще раз дорогие друзья всем желаю хорошего дня хорошего настроения в целом я иду встречать оксану и и света посадила на автобус и с ее встречи зайдем магазин потом дома все расскажу потому что на улице идет дождь и погода слякоть так все дорогие мои встретила оксану у нас представляете дождик на улице идет вчера снег шоу сегодня с утра снег было сейчас дождь идет зашли в магазин там привезли свежий свежий так взяла хлебушек булочки нам хватит дальше дела литр кефира может быть вечером оладушки до постряпаем также два литра молочка купила взяла большой контейнер сметанки деткам и творожок два пакетика больше творога нет поэтому только два такого но потом автобазе еще посылу может там еще такой творог есть этот творог очень не нравится очень вкусно я пока и направлю творог со сметанкой пирожок сейчас дам сначала раздевайся и умывайся так ладно дорогие друзья сейчас направлю оксану и буду кормить у нас вечер и мы идем в садик иду в садик завание за мариной так что вот так вот это вот наша бывшая школа вторая ее закрыли и говорят хотят здесь открыть кружки что ли какие-то будет не знаю это вот школа маленькая была но хорошо было бы если здесь кружки открыли ладно идем а то на улице дождик идет все забрала ребяток марина куда пошла там дождик идет у нас идет дождь поэтому мы решили ждать в той высотах хотела изначально пешком идти что до ваня тоже есть кампюшон давания ваня скажи всем привет привет есть у тебя капюшон просто его одеть надо вот видишь ты в капюшоне теперь марина уйди под крышу эти попросила уже спасибо не ходи туда там дождик идет вон за три полужи какой дождик идет ждем автобус если успели значит придет нет значит пешком пойдем да ладно стоим ждем так все мои хорошие мы пришли домой но сушить на хлеб купила ребят зашла а чё папаша тоже за хлеб короче на сегодня 5-6 хлеба что-то через много зашли взяли грибочки печеньки взяла форме грибочки смотрите как будто грибочки знаете мы еще с продавщицей это смеялись и ядра на поканки похоже а я сказал на это белые грибы похоже на гритнет подвид поганок руки сначала маленьким моем колбаску ребятка называть вечером покушать ваня выбросила вот такие вот конфетки и взяла опять вот такие вот наши любимые подушечки последние там два пакетика у них лежала взяла чтоб дома лежали у детей конфеты у нас нет ограничения по конфетам они сколько хотят столько и берут поэтому у меня всегда такие конфетки лежат у деда так что вот такие вот у нас все покупки были я сейчас попью чай и сниму видео на ваши вопросы ответы потому что накопилось их много и сейчас засниму сейчас поставим чайник пустой и будем снимать с вами вопрос ответ видео много интересных вопросов очень много так что вот такие вот дела у нас в улице дождик идет это вообще погода просто дождик я сейчас переживали чтобы у меня лук с чесноком не проросли я хоть их и накрыла с этой листвой это собирала по территории листву и накрыла но все равно на эти сегодня кофе вот этот пробовала пила ничего такой нормальный кофе кофе нормально и стоит недорого дешевый 200 с чем-то рублей а да ребят я вам обещала показать какие чаи нам пришли с германии так как детки уже открыли до сейчас хорошо марин подожди иди пожалуйста вот такой вот чай пришел тут подсказка было то что это ромашковый чай надо было попить чай и угадать какой чай дальше тут четыре вида чай было вот такой вот чай был а здесь была подсказка травяной чай вот я иногда пью детки у меня тоже пьют дальше вот такой вот чай это мята мы специально бумажки не стали убирать потому что это не на русском написано и вот такой вот чай это фенхель и у нас вот стоит этикетка мы к нам чтобы нам поднять посреди где какой чай сейчас вам покажу какие этикетки вот так вот обычно стоит мы так раз подняли ага где какой чай чтобы попить и достаем удобно очень детки пьют чай тоже спасибо огромное так ладно сейчас чай скипачу чай попинайте сегодня вот такое состояние было по это последнее время в последнее время что зачастую такое стало вроде устра стало прибралась немного оксана встретила накормила ее посидела поделала свои дела потом знаете ближе к 3 часа мне голова прям чугунная становится я просто легла полежать и я вырубилась я уснула я уснула и меня муж пять шестом часу разбудил говорит ты в садик поедешь или нет мне пришлось встать и идти в садик но сил вообще никаких нету дай дугая это как ватная кайта ходишь ну чё вроде стояла на улице полегче стало меня чуть-чуть все лицо пищами покрыли среди чуть-чуть то ужас какой-то я бодречку да катюха ладно пью чай и иду снимать вопрос ответ оставайтесь с нами всем добрый вечер дорогие друзья села чтобы поотвечать на ваши вопросы уделила себе времени пока на у меня ваня с мариной кушают творожок свеженький который я сегодня купила со сметанкой я решила сесть поотвечать вопросы закрылась в комнате и сейчас буду отвечать на ваши вопросы их накопилось много так первое вам платят за рекламу каналов не всегда ребята если кто может тот платит кто не может тот не платит я смотрю уже по каналам но я как бы много не беру когда 500 рублей когда может быть то есть я вижу что смогут оплатить то ты еще некоторые платят так вот получается но иногда платят но не всегда редкий случай то вкуснее готовит вы или муж муж вкусно готовит борщ у меня в самое вкусное это выпечка потому что мне нравится возиться с тестом ой скоро скоро я начну стряпать голова может болеть от горячей печки почаще проветривайте я когда готовлю на кухню у меня всегда при открыто окно я верхней приоткрыв делаю окна и нормально но до голова к сожалению попаливает может быть да то что я постоянно в запечке нахожусь то что перегреваясь может быть да из-за этого я знаю ребят спасибо большое за то что вы тоже переживаете за меня как часто моете полы в неделю два раза мою и так протираем так картошку уже выкопали давно посмотрите мужу попросите мужа поднять мойку низко очень ребята я вот все долги раздам все нормально и потом я куплю другую мойку просто установлю уже нормальную мойку тумбу от саму под мой куплю и установлю настя рис надо промывать я ребята рис что-то никогда не промывает я чаще всего промывают и гречку после гречки до вода аж черная остается а рис что-то не промывала никто но буду промывать раз надо когда будет ремонт в коридоре на днях все уже на днях клей еще докупила бордюры только еще не купила на пол на низ но это потом бордюру потом не главное сначала плеить на днях будет где мужа делать так на каких условиях присылают на обзор на обзор всегда каждый магазин по-своему некоторые просто присылают на обзор что вот вы заснимите оставите ссылочки в описании чем больше просмотров тем лучше чем больше комментариев хороших тем лучше тогда мне еще предложить если мало комментариев и мало просмотров то магазин не предлагает ну как сказать обзоры этого зависит от просмотров вот он он видит что у меня много просмотров например да на рекламные такие видео то он мне предлагает если нет просмотров мне ничего не предлагает так же самое василек я сама не могу заказать ребят они смотрят а если меньше просмотров чем надо они мне уже не предлагает а когда больше от василька просмотров чем больше просмотров то они мне потом пишут что вы можете опять заказать на на определенную сумму шторку на сушилку не вешай послушай своих зрителей дорогие друзья и я не буду весить я к вам прислушалась потому что многие написали что насти не взума вешать будет как найти как у старушки у какой-то поэтому я не буду вешать оставлю так так натяните веревку для белья пристроя там три веревки ребята у меня там три веревки просто у меня сейчас получается вся вот эта мебель которую я старые вынесли из дома у меня все пристроили же и мне надо разгребсти сейчас немножко и у меня там по идее три веревки и кто же там завешиваю но у меня не хватает потому что постельная я у двоих детей каждый день меняю просто и вот так вот и получается почему вы стираетесь ночью дорогие друзья на этот вопрос отвечу получше потому что у меня двух тарифный счетчик днем у меня определенная цена ночью у меня другая цена ночью у меня намного дешевле цена поэтому я стираюсь ночью иногда ночью могу встряпать потому что духовка много света ждет поэтому да вот так вот банные гости приносят что-нибудь детям до приносят когда печеньки когда кукурузки когда чем бы такое но приносит а какие обязанности вашего мужа дома да как бы она на работу ходит его дом это не бывает ну когда-то он бывает своими делами занимается сегодня он утыкивал дом с улицы заделывала все щели какие-то еще есть чтобы к зиме подготовиться поэтому почему старшие дети не забирают детей с садика ребята у нас детей с садика можно забирать только если ребенку уже 18 лет по моему так а так могут забирать только мама или папа или кто-то по доверенности если я заранее сделала документ доверенность заверила ее все принесла в садик паспортные данные этого человека тогда вот может забирать а так нет у нас потому что то все строго у нас садиках на улицах камеры стоят и это все строго кто будет оплачивать квартиру ильи илья будет ее сам оплачивать у него как раз пенсии хватает чтобы оплатить но она продукты деньги буду давать я на кого похоже маша маша у нас сама на себя похожа но она по большей части похоже на свекровь не кажется она прям копия на зачем вы покупаете такой дорогой порошок и капсулу ну потому что я брала персил мне он не понравился у меня во первых на персил начали дети чесаться видать аллергия у них пошла потом я брала тайт ой не тайт этот миф на миф нормально но определенные не все на мифы тоже подходили тоже о них как зудела видать на них поберу уже тает потому что много раз проверял что на тайт ни у кого аллергия нет и тайт хорошо отстирает почему беру капсулы капсулы беру в основном для одежды которая садичная школьная где-то что-то вот чтобы легко отстиралась вот это потому что капсулу лучше отстирывать в школе они пришли со школы сняли все это бросили капсулу бросили все постирали да я покупаю такие капсулы но я их не часто используя только использую для садичной или школьной одежды может быть пакеты дома есть или на работе когда как он просто любит вот эти вот бишь пакеты поэтому он берет себе когда и дома иногда есть иногда и на работу берет с собой убери свинку от печки она ребят у меня вообще стоит в другой комнате она стоит у егора в комнате она не возле печки стоит варенье черничное уже съели едим дети едят варенье достают кушают варенье им нравится они я как бы не запрещаю пока есть варенье пусть едят господи ну не будет его потом повидло будем покупать или джемы какие-то что теперь детям запрещать что ли не не запрещаю вот такие вот ребята были вопросы постаралась на них ответить и да еще один вопрос на который вы мне постоянно женщины спрашивают но я вот ей не отвечала но решила ответить кто у меня из детей просит попугайчик именно вот попугая коррелу коррелу или этих как они называются неразлучники во у меня их просит маш она мне постоянно последнее время постоянно спрашивает мама когда мы купим ты же не обещал я сказала игру маша крыла стоит от 45 тысяч маленькая коррелка неразлучники надо все равно парой брать их вниз как я поняла их раздельно держать нельзя за пару это точно тысяч 56 я сказала немножко подрастет наш канал тогда я тебе обязательно подарю вот она пока расстраивается конечно но ничего она я и сказал пока мы с тобой подготавливаем все для нее у нас уже есть поилка для попугайчика у нас есть клетка большая поэтому постепенно постепенно я говорю давай сначала все подготовим чтобы у нас все вот это вот лежали всякие игрушечки сделаем с тобой для попугайчики зеркальце и будет все хорошо так что вот такие вот ребята дела но она немного расстраивается но ничего зато потом когда она его получит она будет очень счастлива я прошу из не просто что-то это состояние не очень меня поэтому ну ничего вот такие вот были у меня ребята вопросы если вам понравилось а то помните в инстаграме я выложила фотографию вышивки сейчас я вам ее покажу я ее завершила но я еще не сделала бэкстич смотрите я ее все вышила уже всю на ее на бэкстич сделать видите с бэкстич чем она должна получиться вот такая контур это по-другому контур а у меня пока этого контура еще нету на листочках вот видите беленького нету но сегодня надеюсь завершу уже и потом остатки от набора у меня схема ребята вообще полностью чистенькая видите вся чистая схема не пользовалась потому что и остатки ниточек я вам сейчас тоже покажу но органайзер конечно я сниму потому что это мой органайзер я на оригинальный органайзер вот такие вот остатки ниточку у меня получаются ниточки очень красивые хорошие я потом думала эти остатки наборов продать если кому-то свишеры надо обращайтесь я за 50 рублей чисто символически отдам остатки этого набора ну схемка получилась красивая картинка вот такая вот и скоро в инстаграме подписывайтесь туда я выложу новые фоточки для того чтобы выбрали мне отдыхалочку вышивок с алиэкспресс ну чтобы вот так вот сесть без схемки и вышивать иногда она расслабиться вышивала я ее напомню вот на таких нурге это вот такие вот зажимаешь туда вставляешь и все очень удобные такие нурге да те кто вышивались со меня смотрят они поймут вот у меня вот такие вот только маленькие потому что они не дешевые они дорогие я бы хотела побольше бы диаметром приобрести но они рублей 400 500 стоят просто это очень дорого поэтому пока вот такие вот у меня нурге есть вышивала так как этот процессик маленький он у меня как раз на нем было удобно вышивать я их переставляла частенько видео тому и вышивала так что вот такая вот у меня еще одна готовая ребята работа порадуйтесь вместе со мной потом я все работы вместе с вами постираем постараюсь подобрать из моих рамочек что есть если нет значит уберу в рулончик пускай в папочку и пускай лежит кстати папочка моя папочка папочка с моими работами вот у меня она все пополняется и пополняется туда которые я еще не раздарила не успела раздавить тут у меня уже целое это иди целая кучечка вышивок готовых разных но эту пока я еще туда не ложу потому что я бэкстич не доделала когда делаю так сразу же помните последний раз когда у нас трансляция была папа это чего тут во ребята многие спрашивали настя у тебя у детей много грамот или нет вот это вот эта папочка чисто катина тут все катины грамоты самого с пятого класса начиная вот она все их собирает всякие грамоты у нее есть вот например награждение тарантина екатерины 2 б-класс школа номер 4 за успешное окончание 2017-2018 года тогда окончила по моему на четверки 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 пятерки у нее были да и вот поэтому тут у нее разные есть первый б-класс тарантина екатерина за активное участие в выставке рисунка и правилам дорожного движения сертификат за активное участие в школьной читательской конференции за активное участие в этапе муниципального фестиваля пермского края сертификат участие муниципально автономного общественного знательного учреждения основной общеобразовательной школы так соблюдай правила дорожного движения а тут вот их нен класс фотография с их ненам классом ученики так здесь тоже по моему так и у меня здесь катюху что я не вижу вообще не кажется нет и он и вот она стоит катюха я катюху свою не узнал проставляете это вообще ужас катя изменилась а вот здесь вот катюшка вот она мой котеночек а вот здесь вот она ее тут просто не узнать она тут шелковой блузочки в такой была так первое место рисунки плаката чрезвычайная ситуация 5 а класс это она уже нынче получил потом диплом выпускника начальной школы вот такой вот у нее дипломчик был выпускника за отличные успехи в учебе новогодние поделки творческие конкурсы волшебный пакет вот и много много разных сейчас перечислять все не буду но вот и у меня в моем портфолио есть тоже у всех детей грамота я их обязательно всех сохраняю они потом вырастут посмотрит и скажет мама я ведь там а там а там и участвовал им будет приятно из самого садика я все грамоты сохраняю мне грамот очень много поэтому вот такие вот ребята у нас новости ладно что-то я заболталась через чур спасибо что вы остаетесь с нами оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал смотрите обязательно все наши видеоролики особенно с рекламой подпишите побольше там комментариев чтобы магазина нам еще предлагали что-то это будет радость большая для детей они очень радуются когда им приходит вот особенность василька обновки те которые они себе хотят они прям очень счастливы мне кажется любой ребенок вот ребята сейчас поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте нам пальчики вверх и всем хочу сказать всем крепкого здоровья желаю ну и всем пока пока